Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарские теннисистки продолжают покорять корты в Австралии. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Дорогу молодым докторам. Сегодня, чтобы с комфортом работать и жить, медикам не нужно уезжать в большой город. Молодым врачам предоставляются особые условия, чтобы по окончании медуниверситета они вернулись на свою малую родину. 1 миллион рублей – единовременная компенсационная выплата по программе «Земский доктор». 200 тысяч рублей – подъемные, 50 тысяч – городская выплата. Развитие здравоохранения в регионе на контроле губернатора Дмитрия Азарова. Медицинский автопарк в 63-м регионе полностью обновлен. За пять лет в области закупили более 15 тысяч единиц медицинской техники. В селах возвели свыше стафапов. Все это осуществляется на средства нацпроекта здравоохранения, реализуемого по решению президента Владимира Путина. В областной столице отремонтируют 21 дорогу. Всего ремонту в 2024 году подлежат 26 километров улично-дорожной сети. Мэрия Самары опубликовала список. Работу проведут на Садовой, в Рубеле, Южном проезде, Чернореченской, Куйбышево-Зубчининовском шоссе, на 9-й просеке и в Студеном Овраге. С этого года материнский капитал будут получать только родители детей с российским гражданством. Кредитные каникулы продлили, а банки должны будут оценивать долговую нагрузку и заручаться письменным согласием клиентов, если сумма кредитов будет составлять более половины дохода. С 2024 года вступили в силу новые законы. Подробнее о них расскажем далее. С начала этого года вступили в силу очередные изменения, касающиеся возраста выхода на пенсию. Это очередной этап пенсионной реформы, запущенной ранее. В 2024 году на заслуженный отдых выйдут мужчины, которым исполнилось 63 года, и женщины, которым 58 лет. Однако получить пенсию не удастся, если к этому моменту трудовой стаж работника не достиг 15 лет, а количество пенсионных баллов менее 28,2. Зато те, кто уже получает пенсию по старости, получат надбавку. Выплаты неработающим пенсионерам проиндексировали на 7,5%. Минимальный размер оплаты труда увеличили до 19242 рублей, что повлекло за собой рост остальных выплат, связанных с величиной мрот. С этого года матери-героини, а также семьи, награжденные орденом «Родительская слава», не будут выплачивать НДФЛ с полагающихся им выплат от государства. Получать детское пособие родитель будет, даже если он вышел на работу, пока ребенку не исполнилось полтора года. А родители детей-инвалидов теперь могут получать выплату по уходу за особенным ребенком, являясь официально трудоустроенными. Еще одно важное изменение касается выплаты материнского капитала. Теперь претендовать на него могут только те семьи, в которых ребенок является гражданином Российской Федерации по рождению, и, соответственно, его родители являются также гражданами Российской Федерации. У нас же допустимо приобретение гражданства Российской Федерации по разным основаниям, не только по праву рождения, и, соответственно, раньше получалось, что право на материнский капитал имеют граждане Российской Федерации независимо от способа приобретения гражданства. То есть, если даже оно являлось приобретенным, все равно это право имелось. То есть, был принцип просто гражданства. Теперь учитывается именно, каким образом гражданство было приобретено. Также с этого года разрешено тратить мат-капитал, полученный отцами-одиночками, на накопительную часть пенсии. А сам материнский капитал с 1 февраля этого года увеличится. На первого ребенка выплата составит 631 тысячу рублей, на второго – 833 тысячи, если до этого не получили на первого. С начала этого года банки и микрофинансовые организации, прежде чем дать заемщику новый кредит, должны определять долговую нагрузку клиента и получать от заемщика письменное подтверждение, если на кредиты у него будет уходить более половины дохода. Берутся те платежи, которые уже заемщик должен платить, суммируются с теми платежами, которые ему придется платить, если он получит новый кредит, новый заем, и сопоставляется эта сумма с его среднемесячным доходом. Если показатель более 50%, то получение вот такого письменного документа до предоставления заема является обязательным. Таким образом, у нас государство пытается, с одной стороны, повысить осознанность заемщиков, а с другой стороны, возможно, пытается таким образом снизить долговую нагрузку, потому что у нас уровень закредитованности населения является достаточно высоким в настоящее время. Получить кредитные каникулы теперь могут граждане, чей доход снизился более чем на 30% или пострадавшие от чрезвычайной ситуации. При этом дата заключения договора больше не имеет значения. Раньше было ограничение. Договор нужно было заключить до 1 марта 2022 года. Кроме того, для кредитных каникул повысились лимиты. Если раньше по кредитам, которые предоставлялись под залог транспортного средства, лимит был 700 тысяч, лимит самого кредита, то теперь это 1 600 000. По остальным кредитам раньше лимит был порядка 300-350 тысяч для физических лиц, индивидуальных предпринимателей. А сейчас этот порог увеличился до 450 тысяч рублей. То есть больше граждан могут воспользоваться вот такой льготной мерой. Кредитные каникулы предоставляются по заявлению в банк. Получать согласие кредитора не нужно, но придется подтвердить причину для отсрочки. На 2024 год также продлили кредитные каникулы для мобилизованных. Кстати, с этого года мобилизованные граждане, контрактники, завершившие службу, а также члены их семей, должны получать приоритет при приеме на работу. Также с 2024 года призывной возраст для мужчин увеличивается до 30 лет. Это касается и альтернативной службы. Андрей Бессонов, Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Самарские правоохранители провели рейды, ориентированные на работу с пешеходами и водителями вблизи переходов. Инспекторы напомнили всем участникам дорожного движения о соблюдении ПДД. Нарушителей предупредили, а законопослушным водителям вручили подарки. Подробнее в сюжете Елены Чернявской. Несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность и спешка как водителей, так и пешеходов становятся причиной аварии. Профилактика ДТП с участием пешеходов находится на особом контроле госавтоинспекции Самары. Чтобы напомнить участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными на пешеходных переходах, проходят рейды. Сегодня инспекторы ГИВДД дежурили на пересечении улиц Тавропольской и 22-го портьезда. По статистике зарегистрировано на территории города Самары более тысячи дорожно-транспортных происшествий. Треть дорожно-транспортных происшествий связана с наездами на пешеходов. Связано не только с недисциплинированностью водителей, но и связано с тем, что неумение пешеходов вовремя спрогнозировать тормозной путь автомашины и тем самым убедиться в безопасности своего перехода проезжей части, в том числе и на нелегулируемых пешеходных переходах. Инспекторы напоминают, не стоит рассчитывать на невнимательность водителей. Прежде чем шагнуть на переход, пешеход должен убедиться, что водитель его видит и снизил скорость автомобиля. Особенно осторожными пешеходы должны быть зимой. В гололед тормозной путь увеличивается втрое. Выйдя в экипажи ДПС, самарские водители пешеходов пропускали, но их все равно останавливали, чтобы вручить небольшие подарки. Пешеход в приоритете. Самое главное, чтобы пешеход не забывал то, что он также участник дорожного движения, и то, что он тоже должен соблюдать правила и все-таки тоже думать наперед. Раньше было, наверное, все-таки похуже, потому что и бегали, и торопились, и не обращали внимания. Но сейчас больше сонных идет и в планшете. Это немножко раздражает, но с терпением относимся, потому что все же люди должны любить друг друга, уважать. За переход в неположенном месте для пешеходов предусмотрен штраф в 500 рублей, а водителям, не пропускающим пешеходов, грозит наказание на сумму до 2500 рублей. Но во время сегодняшнего рейда нарушителей не выявили. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. В 400 километрах от Самары сбит боевой беспилотник. Инцидент произошел ночью 10 января над Саратовской областью в Энгельском районе. В сообщении Министерства обороны России говорится, что дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населенных пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме. Самолет, взлетевший из Самары, вернулся в аэропорт Курум. Мочелайнер, который эксплуатируется авиакомпанией России, вылетел 8 января в 17.35 по московскому времени. Однако практически сразу же приземлился. Как выяснилось из доклада командира воздушного судна, прервать взлет пришлось из-за вибраций двигателя. Посадка прошла благополучно, да и погодные условия были благоприятные. Воздушное судно направлялось в Санкт-Петербург. С начала года уже второй раз в сводки происшествий попал 154-й километр трассы А-300 Самара-Большая Черниговка. На этот раз там столкнулись бензовоз и легковая ДЭО из Саратовской области. Пострадали два человека. Им была оказана медицинская помощь. Оба они находились в салоне седана, который от удара практически лишился передней части кузова. На месте работали пожарные спасатели, помощь которых пригодилась, чтобы вызволить из покореженного салона одного из пострадавших. Утечки нефтепродуктов из бензовоза не произошло. В движении главного железнодорожного экспресса Самара-Тольятти почти на месяц вводятся серьезные изменения. В связи с производственной необходимостью с линией снимаются комфортабельные составы «Ласточка». На линию пустят поезда серии ЭД-4М в шестивагонном исполнении. Отметим, что на Куйбышевской дороге часть этих электричек также оборудована комфортными салонами, которые раньше были на аэроэкспрессах в Москве. Время в пути, скорость и вместимость составов таким образом практически не изменится. В 2023 году в службу 112 Самарской области поступило почти 2 миллиона звонков. При этом экстренное реагирование потребовалось 3 из 4 звонивших. Большая часть поступивших обращений касалась здравоохранения – почти 500 тысяч. Еще 250 тысяч звонков были направлены полиции, сообщили в правительстве Самарской области. Пожарные выезжали более 41 тысячи раз. Меньше всего обращений было в газовую службу – 18 тысяч. Отмечается, что несмотря на сильную нагрузку, ни один вызов не остается без ответа. На каждое обращение операторы службы 112 организовывают реагирование экстренных оперативных служб. Жителям региона напоминают, что на номер 112 можно не только позвонить, но и отправить СМС-сообщение. После ввода этого сервиса у операторов появилась возможность отправки обратного СМС-сообщения заявителям. Запах типографской краски, интересные истории и яркие иллюстрации. 13 января в России отмечают День российской печати. В преддверии праздника в Самарской центральной библиотеке имени Крупской прошло тематическое опознавательно-развлекательное мероприятие для школьников. Подробности расскажет Галина Топилина. Ученики пятого класса 81-й Самарской школы завсегдатые библиотеки имени Крупской. Ребятам здесь нравится, рассказывает Наталья Лаврюшова, учитель русского языка и литературы. В библиотеке часто проводят познавательные, обучающие мероприятия, которые закрепляют знания, полученные на уроках. Мы часто приходим сюда. В частности, мы были на квесте, посвященном сказкам Пушкина на Дне Конституции. Ребятам очень нравится здесь. Класс, который сегодня пришел в библиотеку, это читающие дети. Они любят читать, у них есть любимые журналы, любимые книги. Я думаю, им будет интересно. В преддверии Дня российской печати в библиотеке для школьников прошла тематическая квест-игра. Дети узнали, кто такие печатник и издатель, когда в России появилась первая газета, и попробовали себя в роли журналистов. По словам сотрудников библиотеки, несмотря на высокие технологии, бумажные журналы и газеты по-прежнему популярны. К нам очень часто приходят библиотеку именно за периодическими изданиями, потому что журналы интересные, полезные, там много ярких иллюстраций. День российской печати, точно так же, как и к журналистам, относится очень тесно к библиотеке, потому что наша библиотека также богата периодическими изданиями. Это конкретно журналы, газеты. И наши юные читатели с удовольствием их сегодня посмотрели, познакомились с ними. Такие развивающие занятия в Центральной городской библиотеке имени Крупской в преддверии праздников и памятных дат проходят регулярно, как для детей, так и для взрослых. Галина Топилина, Константин Головин, События. Время новых открытий и возможностей. По прогнозам астрологов, все решения, которые будут приняты в этом году, окажут влияние на последующие 12 лет жизни. Новые дела, импульсивные решения потерпят фиаско, а случайный успех повторить будет почти невозможно. О чем еще говорят звезды, узнала съемочная группа событий. Сатурн в рыбах, Плутон в водолее. По прогнозу астрологов, 2024 год будет не совсем простым для большинства знаков зодиака. Новые дела, импульсивные решения и стремление поймать халяву потерпят фиаско, а случайный успех повторить будет почти невозможно. И дело вовсе не в том, что на пороге високосный год. Это же чисто социально-астрономический момент. То есть для того, чтобы догнать скорость Солнца, сделали просто вот такой плюс один в феврале день. Это чисто календарный момент. Никаких судьбоносных историй, високосный год, не надо его обвинять. Он обычный, нормальный, такой же год, как и все. Как самым адаптивным, этот год интереснее всего дается так называемому мутабельному кресту – рыбам, девам и близнецам. Для этих знаков 24-е – время новых открытий и больших возможностей. Но только в тех сферах, где они уже находятся или успешно стартовали в 23-м. А вот рожденным под знаком Овин, Рак, Весы, Телец, Лев и Скорпион придется много стараться доказывать авторитет, учиться на своих ошибках и желательно самостоятельно, без посторонней помощи. Непростой год будет именно по той причине, что решения, которые мы все люди принимаем в этом году, они имеют очень далеко идущие последствия. То есть это примерно на ближайшие 12 лет. В зависимости от того, что вы делаете, какие решения принимаете, меняете профессию, что-то покупаете, что-то продаете, выходите замуж, рожаете детей и так далее. То есть глобально серьезные решения. По прогнозу астрологов, 24-й год готовит изменения в международной политике, откроются новые возможности в сфере юриспруденции. Также звезды рекомендуют беречь личные данные и быть бдительными в виртуальном пространстве. Не исключены информационные вбросы, интеллектуальное воровство, копирование, присвоение, авторство. Поэтому проекты, которые имеют для вас особое значение, лучше всего запатентовать. Что еще из интересного может происходить? Открытие новых галактик, звезд, планет, поскольку Плутон у нас находится в знаке Водолея, а также освоение каких-то новых территорий. Сейчас предлагаются какие-то земли. Мол, берите, осваивайте, берите и осваивайте. Вот хочется сказать, берите и осваивайте. Астрологи рекомендуют расписать свой год как мелодичную сонату. В ней должен быть четкий ритм, тон, темп, пауза. При этом допустимые ремиксы и место для небольшой творческой импровизации внутри самой композиции. Создать ее поможет страсть и любовь, а сыграть по нотам дисциплины и самоорганизованность. И да, ни в коем случае нельзя плясать под чужую дудку. У вас должна быть своя. Представьте, что вы играете на каком-то музыкальном инструменте. Если вы профукали ноту, вы же не будете ее вставлять где-то, да, или там догонять мелодию. Вы просто играете с того момента, где вы обнаружили ошибку. То же самое будет в течение года для всех хорошие рекомендации. Если вы уже опоздали, делайте то, что сейчас в данный момент актуально. Потому что если вы будете пытаться что-то догнать, пытаться подумать, а может быть поиграть, доиграть и так далее. Не надо этого делать, вы теряете время. Специалисты советуют не принимать в 2024 году импульсивных решений. Год будет хорош для тех, кто уже зарекомендовал себя как профессионал. Для этих людей откроются новые возможности в области профессии и бизнеса. Если вы новичок в своем деле, в своей профессии, для вас это год наработки, опыта 100%. То есть в зависимости от того, как вы себя зарекомендуете в своей новой теме в 2024 году, далее это будет работать либо на вас, либо против вас. Это вот прям четко. Астрологи рекомендуют в наступающем 2024 году оставаться собой, прекратить сравнивать себя с другими и стараться повторить чей-то успех. Говорить чужими словами и думать чужой головой. Ведь, по словам специалистов, каждый человек уникален и способен самостоятельно идти к своей цели. И тогда звезды вам обязательно улыбнутся. Детские любительские хоккейные команды разыгрывают золотую шайбу в Самаре. Городской этап всероссийского турнира имени Анатолия Тарасова стартовал 10 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Орбита». Победители примут участие в областном финале, а чемпионы регионального этапа отправятся на финал всероссийский. Подробнее в нашем сюжете. В финале городского этапа всероссийского турнира юных хоккеистов имени Анатолия Тарасова «Золотая шайба» в этом году приняли участие шесть любительских клубов из разных районов Самары. «Медведи», «Меридиан», «Сатурн», «Чайка» и «Ястребы». Для всех ребят это отличная возможность показать свои таланты, поэтому в каждом матче идет серьезная борьба на всех участках площадки. В данный момент она создана для того, чтобы те парни, которые не участвуют в других соревнованиях, в ПФО, в клубных уровнях, чтобы они были при деле, при хоккеях, вот эти соревнования для них. Организаторы соревнований – городской департамент физической культуры и спорта, спортивная федерация по хоккею Самарской области и федерация хоккея Самары. Победителей в матчах на льду комплекса «Орбит» определяли в трех возрастных категориях – до 13 лет, до 15 лет и до 17. Лучшие команды в каждой из них будут сражаться на областном этапе. С помощью этого турнира, если занимается первое место, можно выйти и играть даже на область. Выиграть всех, занять первое место и выйти на Россию. В итоге на первенстве России определят лучшую любительскую команду страны, а игроки, участвующие на решающих стадиях, получат возможность проявить себя, чтобы пробиться в профессиональные команды. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Самарские теннисистки продолжают покорять корты в Австралии. Баскетболистки Самары победили соперниц из Красноярска, а Тольяттинская хоккейная «Лада» забуксовала в КХЛ. Подробности в нашей спортивной рубрике. Хоккеисты «Лады» продолжают серию неудачных игр в КХЛ. Накануне тольяттинцы на домашнем льду принимали екатеринбургский автомобилист. Гости сдержали стартовый натиск хозяев, а в ответ воспользовались своими немногочисленными шансами у ворот соперника. Первый период закончился со счетом 2-0 в пользу уральцев. Такой ход встречи продолжился и далее. Все, что смогли тольяттинцы, это отыграть одну шайбу в третьем периоде. 1-4 поражение «Лады». Баскетболистки Самары в матче российской премьер-лиги переиграли дома Красноярский Енисей. На протяжении первой половины встречи хозяйки имели небольшое преимущество и лидировали в счете. Отрезок после большого перерыва игроки Самары провели очень удачно и смогли увеличить отрыв почти до 20 очков. Этого хватило, чтобы довести матч до победы. 72-65 победа Самары. В австралийской Аделаиде продолжается теннисный турнир категории «Премьер» серии WTA. В матче второго раунда уроженка Самары Анастасия Павлюченкова одержала волевую победу. Она переиграла Катерину Синякову из Чехии 2-6, 6-3, 6-2. Встреча продолжалась более двух часов. Анастасия четыре раза подала на вылет, совершила четыре двойные ошибки и взяла четыре гейма на подачи соперницы. В четвертьфинале она сыграет против американки Джессики Пегулы, которая посеяна на турнире под вторым номером. В Челябинской области завершился первый этап Кубка России по пару сноуборду. В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены со всей страны. Представители Самарской области завоевали три медали. Сергей Новиков бронзу в дисциплине «Сноуборд-кросс» с лалом, а также серебро в дисциплине «Сноуборд-кросс». В этом же зачете бронзу завоевал Константин Ганичкин. В Тольятти с 4 по 7 января проходили чемпионат и первенство Самарской области по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов в возрастных категориях до 18 лет, до 21 года взрослые. Младшие соревновались в стрельбе из классического и блочного лука. У взрослых также была дисциплина «бесприцельный лук». У взрослых в классической дисциплине чемпионами Самарской области стали Михаил Бибик и Тамара Истомина. В блочном луке – Георгий Никульшин и Екатерина Черноброва. В «бесприцельном» – Никита Афанасьев и Татьяна Боярских. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести» в Дворянской сообщает, что в связи со строительством проспекта Карла Маркса и реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» от Ракетовского шоссе до автодороги обводная города Самары продлено временное ограничение движения транспорта по участку магистрали до 28 ноября. Объезд осуществляется по автомобильной дороге обводная города Самары в соответствии с временной схемой организации безопасности дорожного движения. Соответствующие дорожные знаки установлены. Водители просят отнестись с пониманием к проведению работ, направленных на повышение комфортности проезда и устранение перегрузки дорожной сети Самары и Самарской области и не нарушать правила дорожного движения. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары сообщает, что в России утвержден план проведения года семьи. В нем семь блоков, главная цель – укрепление семейных ценностей. Мероприятия будут направлены на поддержку молодых студенческих семей, чествование родителей, награжденных званием «Мать-героиня», медалью и орденом «Родительская слава», совершенствование программы льготного ипотечного кредитования для семей с детьми, установку правового статуса и основных социальных гарантий многодетной семьи. По поручению президента Владимира Путина будет продлено действие денежной выплаты при рождении третьего ребенка, которую можно направить на погашение ипотеки. В Самарской области действует 27 видов мер поддержки семей с детьми – от различных пособий до программ по решению жилищных вопросов. Администрация Ленинского района Самары информирует о том, в каких ситуациях помогает сайт госуслуги. Сервисы портала делают жизнь легче, избавляют от очередей в ведомствах и долгого ожидания справок. Им могут воспользоваться разные категории граждан – родители, пенсионеры, автолюбители, студенты. К примеру, на портале госуслуги можно подать заявление в ЗАГС, прописаться по новому адресу, подать заявление на выплаты, оформить ребенка в детский сад, сделать выписку из трудовой книжки. Студенты при переезде на учебу в другой город могут зарегистрироваться по новому адресу онлайн. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова